привет с вами по-прежнему арта ласки на канале давненько не было интересных видео по пиксель арту и особенно по blood last у но сегодня мы это исправим и будем рисовать в пикселях вот такой вот армейский грузовичок который будет привозить таких вот солдатиков к нашему персонажу а прежде чем мы начнем заглядывайте на канал holy monkey правда сейчас он называется клуб анонимных гейм-девелоперов но суть это не меняет так как видюшки здесь довольно интересные и качественные особенно будет интересно тем кто интересуется именно технической частью создания игр то есть программирования также на канале началась довольно интересная движуха создание игры по комментариям подписчиков вы предлагаете темы а автор канала показывает как их реализовать кодом и всем на примере какой-либо игры подписывайтесь будет довольно интересно итак давайте для начала посмотрим повнимательнее на нашу цель мы будем рисовать вот такой вот грузовичок но делать мы будем не вот в таком вот ракурсе а то есть просто так вот прямо так как это будет достаточно скучно а повернем его немного под углом в принципе как вариант вот этот вот но здесь достаточно большой поворот а поэтому нам он не совсем подойдет да и к тому же в пикселях подобные повороты встречаются достаточно редко потому что моих прежде всего неудобно рисовать из-за больших количеств из-за большого количества наклонных и косых поверхностей и поэтому сам арт потом будет выглядеть ну просто напросто некрасиво ну что же давайте его слегка перетащим а для этого сейчас просто скопирую весь этот арт и ставлю вот сюда но он естественно довольно таки большой поэтому я его сейчас вот так вот уменьшу вот в принципе такого должно быть достаточно размера чтобы понять что вообще к чему так теперь мне нужно оставить хотя бы одного человечка чтобы иметь как бы общий размер чтобы не получилось так что один человечек будет больше чем вся машина поэтому я сейчас помечу слой с грузовиком каким-нибудь цветом чтобы его случайно так не удалить а насчет человечков кстати тоже было бы не было бы пометить вот так оставлю пожалуй только пехотинца так как именно вот такие вот чудики будут высаживаться с вот этих вот машинок копируем прячем вставляем отлично создаем новый слой и беру свою любимую кисть в один пиксель а значит теперь что мне нужно сделать мне нужен простой мать его скетч и чтобы это было проще сделать я сделаю скетч именно вот этого вот ракурса то есть сбоку а потом просто его немножко повернул чтобы он выглядел как вот этот вот и тогда все будет намного быстрее проще и красивей прежде всего наметим колесо а для этого самым простым путем будет выбрать собственно эллипс включить здесь пикселы и отключить сглаживание а теперь удерживая shift мы будем как бы делать уже равномерный круг а не просто эллипс и если я при этом еще буду удерживать пробел то смогу все это дело перемещать куда надо думаю что такой размер колеса будет вполне подходящим и тут как раз так получилось что этот размер круга получился идеально симметрично ровным это бывает не часто но это классно а значит именно такой размер я и оставлю сразу сделаю несколько копий чтобы если вдруг случайно что-то удалилась у меня был запас вот такой вот я бережливый так судя по картинке у нас здесь ряд три колеса и последние два значительно дальше чем первое значит примерно вот так вот она у нас будет пожалуй можно даже еще чуть чуть дальше отодвинуть но при этом хочется сохранить мультяшные пропорции и не делать его слишком уж реалистичным иначе это будет ну просто-напросто скучно теперь беру также кисть в один пиксель создаю новый слой поверх колес и продолжаю скетч так теперь пожалуй я солью слой с колесами и 100 этой кабинкой в один слой и вот так вот его отодвинул пожалуй даже сюда а я думаю стоит сделать грузовик немного длиннее так хорошо но мне сейчас немного мешает фон а он достаточно пестрый можно даже сказать детализированный по сравнению с тем скетчем что мы сейчас делаем поэтому я сделаю маленькую хитрость создам новый слой и пяткой удерживая alt возьму цвет неба и залью весь слой цветом неба теперь уберу непрозрачность на несколько процентов чтобы сделать этот фон как бы немного дальше все теперь то что нужно а теперь продолжим рисовать грузовик собственно вид сбоку моему сделали и по сравнению с первым вариантом сейчас он выглядит как-то было немножко поинтереснее хотя кабина водителя мне по-прежнему еще раздражает так ну что ж скетч с этого ракурса мы закончили самое время его немножко повернуть также через control shift alt и левую кнопку мыши я его вот так вот сюда перетаскиваю и теперь мне нужно сделать следующее я нажимаю control т чтобы вызвать свободную трансформацию а если кто не в курсе я также можно вызвать через редактирование свободное трансформирование и нужно немного жрать этот грузовик по горизонтали и возможно даже лучше будет жать какую-то его отдельную часть например совсем чуть-чуть укоротить кабину и чуть сильнее укоротить вот эту часть но здесь такое что эту часть но теперь нужно будет отодвинуть вот так как впрочем и вот эту отлично теперь нам нужно передать объем здесь мы видим что у нас а крыша идет по такой вот дуге собственно это мы сейчас здесь и передадим но не забываем что нам нужно делать не прям вот такой вот где-то и даже не знаю вот так вот как бы нам совсем чуть-чуть нужно его так развернуть чтобы просто показать побольше деталей то же самое касается и вот этих вот линий мы сейчас вот так вот повернем и значит делим сразу пополам опять же все это пока что приблизительно так как скетч и вот этот пополам нам нужно будет разделить еще на два пополам то есть мы его вот так вот еще просто пока что скопируем а здесь сделаем такую слегка наклонную линию буквально на один пиксель что-то вроде имитации перспективы и поэтому вот эти два пополам можно тоже подвинуть на один пиксель отлично хотя мне кажется что я все равно позже сделаю эту линию прямой так как это будет красивей и возможно было бы неплохо все-таки слегка уменьшить вот так вот наклон крыши но если что сделать ее просто вот так вот немного повыше отлично теперь возьмемся за кабину сначала мы здесь вот так вот все подравняем и и на всякий случай я сразу его вот так вот скопирую колеса тоже можно немножко отодвинуть буквально на один пиксель и пожалуй месяц будет удобнее сделать именно часть ближе к капоту это я просто сначала выделю а вот этот вот контур и также через control shift alt и левую кнопку мыши его сюда повернул но опять же совсем чуть-чуть вот так что-то вроде имитации фар антенну пока можно в принципе отсюда убрать хотя нет это не антенна походу на это совсем не антенна а вот так вот так что ж теперь самое время добавить сюда немного колес и то же самое сделаем с другим колесом уже задней частью вот так это пока добавлять не буду чтобы не наводить лишнего шуму иначе будет некрасиво хотя возможно позже все таки его придется добавить что-то вроде такого но по-моему и без него не плохо смотрится как бы она перекрывается вот этим вот колесом так но единственный косяк который здесь остался это собственно вот этот вот кузов я его сейчас вот так вот отодвину так ну что ж скетч мы уже сделали достаточно неплохой думаю что на этом пока можно закончить и если вы хотите увидеть финальный вариант то обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые выпуски ставьте лайк если это видео вам понравилось и не забывайте заглядывать в клуб анонимных разработчиков игр с вами был арталаски до завтра субтитры подогнал «Симон»